Приветствую вас несколько моментов, которые вам нужно учитывать при построении бизнеса с человеком, которому у вас есть личный интерес. Первое это то, что совместные дела мы навести только в том случае, если и он, и вы могут отграничивать личную сферу от профессионала. То есть объективно существуют такие люди, которые, например, если поссорятся, если возникает какой-то конфликт в одной сфере, то переносит этот конфликт в другую. Ну, в качестве примера, вот даже не знаю, можно привести, например, в такую ситуацию, когда мужчина, ну, стандартная ситуация, отчасти, когда мужчина, например, испытывая проблемы на работе, да, она, значит, домой приходит злой, агрессивный там и, в общем-то, устраивает канал своей жене. И вот это пример того, как человек не может оставить профессиональное там, где этому профессиональному месту, то есть, иначе говоря, на работе, и приносит это в свой дом, в семью. Бывает и совершенно аналогичная ситуация, когда, например, мужчина, имея конфликт с человеком, да, с женщиной, значит, на работе относится к ней очень плохо, пытается ее задеть, там, оскорбить и так далее. Подобное поведение точно не является нормальным. То есть, вам вот этот момент нужно обязательно для себя, ну, как бы, выделить. Модит мужчина или не модит? Разграничивать эти детали. Потому что, если не модит, то, соответственно, никакого общего дела с ним вы не постойте. Никак. У вас просто не будет шансов или все будет хорошо до тех пор, пока у вас не будут проблемы. А как только какие-то проблемы у вас начнутся, то сразу мужчина начнет управлять вам палки в колеса, и, в общем-то, как бы, ситуация будет такова, что бизнес вести будет невозможно. Совершенно. Ага, значит, это был первый момент. И второй момент. Предположим, что у вас к нему есть, и у него к вам есть действительно какой-то такой личный интерес. Но, если вдруг этого личного интереса у вас не будет, ну, просто вот предположим, что был интерес, да, ну, исчез, исчерпал себя, например, и так далее. Как тогда вести дела? Сможете ли вы вести дела? Почтал, это нужно обговорить. Это нужно обговорить человеком, чтобы и у вас, и у него было представление о том, что у тебя самое чего вам ждать. Друг от друга. Не факт, что вы оба сможете придерживаться этой личной поведения, даже если вы ее обговорите, но, по крайней мере, будет хоть какой-то шанс на то, что вы даже в случае, так сказать, разглада между вами, все равно будете как-то друг другом поддерживать хоть какую-то связь. И так, вот эти, это те моменты, которые вам нужно учитывать при построении, ну, при ответе на ваш вопрос. Дальше. Можно ли строить бизнес в человеке? Ну, можно при условии вот тех, которых я назвал. Или лучше не начинать. Но, соответственно, если в этих условиях вы не уверены, то начинать, конечно, не надо. Тут важно все-таки проаномизировать. Проаномизировать ваши отношения с ним на примет тех условий, о которых я говорю. Далее, совершенно, на мой взгляд, странная вещь. Это вы пишите, сложность сейчас в том, что у него есть девушка. Непонятно. Вот вы, сперва, определитесь сами, чего вы хотите от человека. Вы бизнес с ним хотите построить? Или бизнес – это для вас средство, чтобы быть к нему близким? Или наоборот, личные интересы – это средство для того, чтобы построить бизнес? Вы предпочитаете сами для себя определить на все приоритеты ваши. Тогда и если вы определите приоритеты, вам будет проще. Вам будет проще понять, в чем слой. Но есть у него девочка. И, в принципе, на ведение бизнеса это не влияет никак. Другое дело, что для личного интереса девочек, конечно, представляет проблему, не спорю. Но тогда возникает к вам вопрос, а почему вы позволяете ставить себя на второе место? То есть, например, у человека есть девочка, и к вам у него есть личный интерес. У человека он обманывает свою девочку, и с вами что-то пытается построить. Не будет ли так, что вас обманет, например, что-то согласитесь, более чем непонятно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по вашему вопросу. Понимаю, что вы хотели бы, наверное, чтобы мы дали вам какой-то вот совет, может быть, какую-то рекомендацию по поводу того, о чем вы говорите. Но, правда, заключается в том, что психолог, он не дает советов. Он только помогает увидеть какие-то ситуации с другой стороны, и помогает человеку лучше понять, что же он хочет. Поэтому давайте вам совет, конкретный совет. Как вам поступать, то есть, условно говоря, начинать ли вам бизнес или нет, мы вряд ли можем. Это не было бы правильно отвечать вам на такой вопрос. Хотя, я еще раз говорю, я понимаю, что вы, наверное, хотели бы, чтобы мы ответили на него вам более развернуто, но поймите, пожалуйста, нас, что мы не можем этого сделать. Всего запретом профессиональной этики. Пожалуй, думаю, на этом можно закончить. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!